Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня для вас ежегодная подборка самых топовых бюджетных средств из моей личной косметички. Это то, чем я на самом деле пользуюсь, это проверено мною, это то, что я могла бы посоветовать своей близкой подруге. И, конечно же, вам. Я покажу вам средства из разных категорий, также я оставлю тайм-коды. Поэтому, когда вы будете подыскивать для себя что-то новое, возможно, какую-то замену люксу, или захочется попробовать что-то новое, здесь будет собрано все в одном месте. Все для вашего удобства. Поехали! То, что мы, девочки, покупаем достаточно часто, это средства для бровей, поэтому начинаем именно с них. Уже несколько лет подряд многие переключились на такие сверхсильно фиксирующие гели для бровей, которые могут справиться даже с самыми непослушными волосками, как, например, у меня. Вот этот желтый наверняка вы уже все знаете, а это у меня в руках горячая новинка от бренда Maybelline, которую я купила пару месяцев тому назад, она отменно мне подошла. Называется этот гель Super Lock, он абсолютно прозрачный, имеет маленькую удобную щеточку. Сам по себе гель не жидкий и не прозрачный. Он матовый, и мои брови он держит даже чуточку лучше, чем Benefit. Удобная упаковка, бюджетный вариант, если наносить в таком нормальном количестве, то он не оставляет белого налета. Очень хороший. Второй гель для бровей, который полюбился очень многим визажистам и просто пользователям косметики, как я, это Schwarzkopf Got2B. Он, конечно, чуть более жидкий и чуть более блестящий, чем Maybelline. Мне нравится здесь щеточка, она уже будет побольше, чем Maybelline. С одной стороны, щетинки длиннее, что помогает распределить средства, распушить брови. А со второй стороны, они короче, ну не то чтобы гуще, и это как бы приглаживает, буквально приклеивает волоски к нашей коже. У меня это все держится хорошо на протяжении всего дня. А вообще, можно купить не этот гель, а клей для волос. Он так и называется от Schwarzkopf, в такой желтой тубе. Он у меня есть, и гель закончился, сейчас переливаю это средство для волос сюда. И вот этого клея для волос вообще такая же консистенция, как у Maybelline. Поэтому можно купить пустую баночку на Алиэкспресс для любого геля и переливать туда средство для волос. Получится выгодно, наверное, на целую жизнь, потому что объем там гигантский. После того, как я укладываю брови гелем, я всегда дорисовываю недостающие волоски при помощи маркера. Опять же, сначала новинка, это тоже Maybelline, называется Build a Brow. У меня, наверное, самый популярный оттенок и такой универсальный 259 Ash Brown. Мне нужно купить посветлее и потеплее. Но сейчас, когда я загорела, в принципе, окей. Но я предпочитаю на себе все же более светлые брови, хотя сам по себе маркер очень классный, рисует тоненько, не чрезмерно ярко, но при этом действительно дорисовывает то, чего нам не хватает. Красивый серо-коричневый оттенок. Со второй стороны здесь есть гель для бровей. Он у меня просто для расчесывания бровей. То есть, мои сложные брови он не особо держит. Это просто такое что-то универсальное, легкое, можно сказать. Но я продолжу покупать, потому что мне очень нравится сам маркер. Он тоненький, удобная кисточка, супер. Нужно попробовать остальные оттенки. Очень долго пользовалась маркером для бровей. Тоже, с одной стороны здесь тени, которыми я никогда не пользуюсь. А со второй стороны чуть более толстая кисточка, чем у предыдущего. И это маркер, который рисует такие полупрозрачные волоски. И за это он мне как раз и нравится, потому что смотрится максимально естественно. И никогда не будет ситуации, что у нас, знаете, такие полоски, как, например, после маркера от NYX лично у меня. Мне подходит оттенок E-Lite. Он совсем такой оливково-бежевый. А вот этот Medium, он серо-коричневый. Опять же, самый универсальный именно по цвету. Можно попробовать заказать маркер для бровей на Алиэкспресс или на Джуми. Я покупала его. Это какой-то бренд Sweet Mint. Тоже красивый оттенок серо-коричневый, 0,4. Он очень тоненький. Можно использовать как подводку. Здесь самая тонкая кисточка. И он мега-мега стойкий. Если же вы больше предпочитаете классику и тонкие карандаши, то самый крутой у бренда Everline. И оттенки у них хорошие. И со второй стороны есть щеточка. И они не такие жесткие. Они не царапают кожу. И они не ложатся вот такими комками. При этом очень красиво прокрашивают наши бровки. У меня оттенок Taup. Я так и не дождалась более светлого для пшеничных блондинок. Но в целом я уже смирилась с тем, что такие цвета, как мне больше всего подходят, сложнее всего найти. Хорошие карандашики. Есть потемнее. И он также не комкается на бровях. Хорошо держится. Я им очень довольна. И покупала уже, ну, наверное, сотню раз. Самые удачные пудровые карандаши для бровей. Однозначно у бренда Paese. Есть Taup. Туповый оттенок я подарила его маме. А у меня Sweet Blonde. И это, ну, именно тот цвет бровей, который мне хотелось бы иметь в любых средствах, которыми я пользуюсь. Это карандаш. Но он очень так воздушно наносится на брови, как тени. Да, но при этом удобнее. И со второй стороны у нас есть щеточка. Мой оттенок Sweet Blonde. И он светлый, но при этом хорошо дорисовывает недостающие волоски или закрашивает пробелы. Я знаю, что многие продолжают пользоваться именно тенями для бровей. Такое средство у меня тоже есть. Это Catrice. Раньше они были в черной упаковке. А сейчас вот такой прозрачный. В комплекте есть и щеточка, и скошенная кисть. И два оттенка посветлее для того, чтобы дорисовать брови у основания. И потемнее сделать кончик брови. Есть более темный оттенок, но это опять-таки самый ходовой. Серо-коричневый. Следующая расходная категория. Это, конечно же, туши для ресниц. Не знаю, как вы, а я больше всего люблю именно силиконовые щетки. И вот практически каждая тушь от Everline подходит мне очень хорошо. И у них настолько удачная лично для меня формула, что очень многие туши мне делают такие ресницы, как ни одна другая, как крылья бабочки. Они разделенные, и не утяжеленные, и удлиненные. И она также не размазывается, не осыпается. Я не люблю сухие туши. Я знаю, что многие такие предпочитают, но я ими не накрашусь. И одна из моих самых любимых, это Variette в такой розовой упаковке. Oh Pretty. И у нее силиконовая щетка в виде елочки. Мне удобно ею захватить ресницы у самого корня и прочесать до кончиков. Вторая моя любимая тушь тоже из линейки Variette, но она коричневая. И здесь уже силиконовая щетка в виде бочонка. Сейчас эта тушь у меня на ресницах. Она смотрится чуть более нежно, чем черная. Она у меня сегодня всего в один слой. И эта тушь уже придает чуть больше объема. Она также дает разделение. Хорошо держит завиток ресничек. И вообще классная тушь. Она на глазах такая шоколадная, как темный, горький шоколад. Красивый цвет. Если вам нужно что-то вместо черной, попробуйте цветные туши. Они иногда могут даже как-то поменять наш макияж, сделать его или наоборот свежее, или придать какой-то акцент, если это цветная тушь. Если же вы предпочитаете черные, тоже с силиконовой щеткой, нравится мне вот эта тушь. От бренда Catrice Glam and Doll False Lashes. У нее уже изогнутая щеточка. Вот она еще лучше как бы подкручивает ресницы, еще лучше фиксирует изгиб. И она делает мне такие ресницы, вот знаете, ну буквально как накладные. Если же мне нужны ресницы, вот как называется тушь панорама. Но мне кажется, она должна называться драма. Потому что у меня это такие ресницы на вечер или когда ты ничего остального особо не красишь, чтобы самым большим акцентом на твоем лице были ресницы. Это L'Oreal Panorama Volume Million Lashes. У нее силиконовая щетка, вот такая крупная. Здесь и короткие, и длинные вот эти вот щетинки. И она, ну вот знаете, очень-очень близко подбирается к корням и так вытягивает ресницы. Мне достаточно одного слоя для того, чтобы я уже была драма queen. Тональных кремов у меня очень много, но я решила выбрать по одному из каждой категории. И на каждый день, ну и в принципе даже для съемки видео, это то, что я люблю на своем лице. Это не ощущается, это красиво скрывает недостатки. Конечно же, биби-крем от бренда Pupa антивозрастной с SPF 30. Даже если это будет сильная жара, я его не припудриваю, он все равно хорошо держится. Он выравнивает какую-то легкую пигментацию, скрывает несовершенства. Очень приятно ощущается на лице, дает дополнительное увлажнение. И это именно влажный сияющий финиш. Для тех, кто любит такой полумат или сатин, это не вариант, или придется хорошо запудрить. Мой оттенок 01, покупала раз 6, я не могу от него отцепиться. Настолько это то средство, которое, ну вот, выполняет все то, что я ожидаю от тонирующего какого-то бальзама, биби-крема тонального, для меня это все в одном. Второй уже более такой средний, наверное, его нельзя назвать плотным. И он уже дает, ну, такой сатиновый финиш, давайте так это назовем. Это биби-крем от бренда Bourjois. Он у меня в оттенке 2, это мой летний цвет. Он уже не увлажняющий, но он и не сушащий. Он подойдет тем, у кого комбинированная кожа, у кого жирная. Для сухой кожи предварительно наносим какой-то увлажняющий крем. Ну, то есть, какой-то уход, который изначально успокоит все наши потребности сухой кожи, а потом уже только декоративка. Очень хорошо держится, не заваливаются морщинки, не подчеркивает поры. Я могу его даже ничем не пудрить, он хорош. И хотелось бы, чтобы линейка цветов была чуть шире. Но если вы ищете что-то похожее, то биби-крем от бренда Misha, вот, наверное, это что-то такое взаимозаменяемое. Если же вы ищете какой-то легкий, но при этом перекрывающий тональный крем, который не будет сушить кожу, но при этом будет стойким, не будет подчеркивать морщины, поры, и будет хорошо, комфортно ощущаться, это для меня аналог тональному крему Tenedol от Lancome. Они очень похожи, только с цветами у бренда Poese даже получше обстоят дела. У них там есть разделение на нейтральный, теплый и холодный подтон. У меня есть несколько, я сейчас то загораю, то бледнею, поэтому иногда смешиваю их. Это тональный крем под названием My Skin Icon. Мне их подарили, наверное, месяц тому назад, может, два, и тогда я попробовала и поняла, что однозначно это такая более доступная замена Lancome Tenedol для каких-то важных мероприятий, когда нужно, чтобы хорошо все держалось, чтобы лицо выглядело как у фарфоровой куколки, но при этом это не было такой слои макияжа, и чтобы я могла быть в нем уверена, что бы я ни делала. Он очень хорош, поэтому для обладательной жирной кожи, для всех тех, кто ищет стойкое, но при этом легкое покрытие, которое скроет все недостатки, вот это вот супер вещь. Пудры для лица у меня есть всякие разные для разных целей. Моя палочка-выручалочка – это пудра под глаза, которая завоевала любовь многих польских блогеров, так как это польский бренд Eveline, и он сначала выпускает все свои новинки в Польше, и потом они уже распространяются по всему миру. Кстати, это видео не спонсировано ни одним брендом, хотя некоторые повторяются буквально в каждой категории, но это мое искреннее мнение. Некоторые из них присылают мне что-то в качестве подарка, как блогеру на тестирование, а очень большую часть из того, что вы здесь видите, я приобретаю сама. Так вот, пудра под глаза от Eveline, она невероятно хороша, она бежевая, она легкая, она не выбеливает область под глазами, она очень хорошо фиксирует каждый консилер. Я ее попробовала даже с самыми капризными, которые катаются безбожно во все складочки, и в те морщины, о которых я даже не знаю, но с ней все хорошо, гладенько подсвечивает, немножко освежает наш взгляд, и наш консилер остается в течение всего дня на нашем лице. Мало того, я очень часто наношу такую сатиновую пудру под глаза, и на Т-зону могу не пудрить периферию, а могу нанести сияющую пудру, если мне хочется сделать такой уже более завершенный макияж. Но на каждый день, на выход, для съемки, куда угодно, Эволайн пудра под глаза Better Than Perfect. И что-то в этом есть. Если же у вас жирная комбинированная кожа, или вы предпочитаете именно матовый финиш на своем лице, у вас убегает каждый тональный крем, подчеркивает поры и так далее, советую обратить внимание на пудры от бренда Peza. Они не зря завоевали рынок пудр уже давно, выпуская свою рисовую пудру прозрачную, но сейчас у них вышло несколько новинок. Это, например, My Skin Icon. Она матирующая, тоже визуально так сглаживает кожу, ее рельеф. И вторая это Path Cloud. В этой линейке есть еще хорошая пудра под глаза. В общем, выбирайте любую пудру от Peza, матирующую, и она сработает на 100%. Существует ли аналог метеоритов от Guerlain? Да, я нашла даже целых два. Конечно, это рассыпчатая версия, это не вот эти волшебные шарики в красивой баночке, но финиш у них такой же красивый. И первый из аналогов это пудра от Bourjois, в такой зеленой упаковке. Даже когда ее открываешь, она так приятно пахнет. Это не метеорит от Guerlain, это фирменная отдушка румян-буржуа, которую я очень люблю. И сама пудра, она даже напоминает вот эту крошку от Guerlain, которая остается от шариков. То есть пудра такая бежевая, даже можно сказать розовая, но на лице она прозрачная, и она с подсвечивающим финишем, и при этом еще и матирует. То есть то, что нам дает Guerlain. Очень удачная пудра. Раньше она продавалась только во Франции, сейчас даже в Польше она представлена, и онлайн без проблем ее можно найти. Пудра от Буржуа вызывает у меня даже какие-то такие же приятные ассоциации, как метеорит от Guerlain. Наверное, и запах, и вообще немножко такая ретро-упаковка. Пудра сама по себе хорошая, фиксирует макияж, и даже может быть финишной. Можно ее нанести на декольте, на какие-то выступающие участки. Это не хайлайтер, но это тоже и подсвечивание кожи, и матирующий, фиксирующий эффект. И вторая пудра от Эвелайн, под названием Варьете, она с вот такой пуховкой, она уже белая, на самом деле прозрачная на лице, и она тоже подсвечивает чуть меньше, чем Буржуа, но это тоже очень похожий финиш на метеориты от Guerlain. А существует ли аналог сияющей пудре от бренда Hourglass, которую я так люблю и покупала целых три раза? Да, это пудра от Golden Rose, в такой вот запеченной версии, и она у меня в более темном оттенке, так как даже пудру от Hourglass я всегда наношу по периферии, или на какие-то участки, где обычно мы чуть-чуть загораем. Могу как-то растушевать бронзер, румяна и все остальное, могу нанести на все лицо, но в общем, как пожелаете, это хорошая пудра, ее надолго хватает. Она дает такой красивый сатиново-шелковый финиш, она сглаживает все какие-то погрешности нашего макияжа, дает чуть-чуть дополнительного покрытия, и вот этот вот лоск, знаете, такой дорогой флёр нашего макияжа. И еще одна пудра, которую я купила в Польше, надеюсь, что она продается в Украине, в других странах, откуда вы меня смотрите, в Европе она точно есть. Это пудра от бренда Paese Glowing Loose Powder. Она у меня в оттенке 2, я специально покупала ее на лето, так как Hourglass у меня сейчас в таком светлом варианте. И это рассыпчатая пудра, то есть ее нужно как-то вытряхивать, но я обычно как бы вытряхиваю ее прямо на кисточку и наношу. Она, знаете, как вуаль, обволакивает наше лицо, она даже легче, чем сама Hourglass дает очень красивое свечение и тоже вот этот вот лоск нашего лица и тоже помогает немножечко сгладить какие-то погрешности кожи, такая, знаете, как отполированная после нее. Она часто распродана, как в первом, так и во втором оттенке. Первый он для менее загорелых девочек, и второй для тех, кто летом, ну вот так как я приобретаю такой оттенок, очень красивая на декольте. Я сегодня из-за светлого жакета решила ничего сюда не наносить, но здесь она тоже красиво выглядит. И вообще это такая пудра, фишка в нашем макияже. Финальный штрих. Консилеры. Мое свежее открытие. Купила где-то месяц тому назад, и не могу нарадоваться. Это консилер под глаза от бренда Pupa из линейки Wonder Me. У меня когда-то был с черной крышечкой. Покупала даже не знаю, сколько раз именно для маскировки каких-то несовершенств на лице. Он был поплотнее, но стойкий. И когда-то куплю его снова. Но вот этот, он уже более легкий. Он очень круто скрывает какие-то небольшие недостатки под глазами и хорошо держится в течение дня. А с моей пудрой, даже не с одной, я пробовала его с разными. И он тоже очень хорош. У меня оттенок 1, нет, 0,10, простите. 0,20, наверное, даже сейчас больше подошел бы мне, потому что я загорела. Но все равно, как видите, продолжаю им пользоваться. И это не критично. Красивый цвет. Не утяжеляет область под глазами. Не ощущается, не выглядит какой-то маской. Глазам и кожам под глазами комфортно. В общем, любовь, удобный спонж. И вообще, большая упаковка. Я думаю, что вы его увидите еще очень-очень много раз на моем канале. А второй консилер уже из категории поплотнее. Его можно нанести вот одну точечку и скрыть все. Для меня это более комфортный аналог от Tarte Shape Tape. Shape Tape сушит мне область под глазами, а вот этот Kama Concealer от бренда Elf. Он классный, но единственное, что сложно подобрать онлайн-оттенок. И у меня есть только персиковый, скорее на загорелый период. Я пробовала покупать другой с какой-то зеленцой. В общем, Light Scent для тех, кто или потемнее будет, или загорелый так, как я. И если вы знаете, какой купить. Вот нейтральный, чисто бежевый, то скажите, пожалуйста, я люблю чуть-чуть теплый подтон. И еще один консилер, тоже увлажняющий и под глаза, но в основном я наношу его на несовершенство. Если есть какое-то пост-акне, сейчас у меня небольшая пигментация, тоже где нужно что-то доперекрыть, с чем не справился легкий биби-крем. У меня оттенок полтора, подружки я брала 1,25. Я заказывала его на Джуме, получается очень бюджетно. Это корейский бренд. Единственный момент, это то, что он действительно начинает слегка протекать. То есть, если вы планируете носить его с собой, то следите за тем, чтобы он не испачкал вам косметичку. У меня это уже второй, поэтому я говорю вам, что что-то не так с этой упаковкой, потому что и с первой, и со второй то же самое. Это небольшой минус, но во всем остальном он восхитителен. Как под глаза, если нужно чуть более плотное покрытие, можете нанести тончайшим слоем. Он также справится с маскировкой. Или же для коррекции пигментации, пост-акне и так далее. Бронзеры. Этот год для меня стал годом кремовых средств. И, конечно, кремовых бронзеров у меня больше всего. Вот этот от Эволайн. Ну, это что-то, от чего я не смогу отказаться и куплю его, а он уже совсем скоро закончится. У меня более такой, знаете, холодный оттенок. Ну, это и бронзер, и даже скульптор, можно сказать, два в одном. Он в виде вот такого, как бы, консилера, джамбо. Но мне удобнее всего сначала нанести его на руку, распределить по кисточке, и только потом нанести на лицо. Он очень легкий. Это кремовое средство, но оно хорошо втушевывается в наш макияж или в нашу кожу и не смотрится, как очередной слой. Но при этом так фантастически корректирует форму лица, делает какие-то затемнения и вообще создает рельеф, эффект загара. Очень хорошо носится в течение дня и работает с каждым, даже стойким тональным кремом. А второй, который очень похож по текстуре, это кремовый бронзер от бренда Hean. Он у меня в оттенке 2 Happy. Когда я купила его, я сначала нанесла слишком много на кисть, и не ожидала такой пигментации. С ним нужно быть осторожной, цвет красивый, но берем немножко на кисть или на губку и потом наносим на лицо. Выглядит очень красиво, но не борщим, иначе придется смыть и нанести поменьше заново. То есть это пигментированное средство, у него минимальный расход. И есть еще второй оттенок, но самый подходящий для меня и скульптор, и бронзер это 02. У бренда Poese тоже есть вот такая кремово-гелевая текстура бронзеров и скульпторов. Потому что их два в линейке. Формулу и цвета разрабатывал польский визажист, и она справилась со своей работой на 150%. Настолько просто этим работать. Вот здесь пигментация, с которой может работать и профессионал, и новичок, и тот, кто вообще красится первый раз. И это так легко, это красиво выглядит. Стеклянная баночка. Средства пахнут приятно, выглядит это так презентабельно. По самой крышечке вы можете понять, какой оттенок этого продукта. Но чаще всего я пользуюсь именно вторым вот таким тоже бронзера-скульптором. Но скорее это ближе к скульптору, чем к бронзеру. Просто есть еще один потеплее. Он прям такой, вы знаете, бронзер-бронзер. А вот это универсальная вещь, и я уверена, что вы полюбите эти средства, если соберетесь их приобрести. Один бронзер, которым я пользуюсь. У меня две упаковки. Одна из них в таком виде, что вам уже стыдно было бы это показать. Поэтому новая, которую я вожу с собой, это бронзер от Catrice. Он запеченный, он сияющий. Это бронзер-мечта вообще, если бы его переложили, вот именно содержимое этого бронзера в люксовую упаковку. Это был бы хит-продаж даже в люксовом сегменте. Настолько великолепен этот бронзер. Он и сиянием, и хорошо растушевывается, и красивый оттенок такой золотисто, именно загорелый. И можно переборщить, если вы возьмете плотную кисть и много прям так нанесете. Но если возьмете самую обычную кисть для бронзера два взмаха, у вас будет красивый эффект загара, отдохнувший вид, здоровая свечение кожи. И это мой любимый бронзер. Несмотря на то, что у меня есть разные дорогие, я постоянно каждый день, если не беру какой-то кремовый, то выбираю его, иногда кремовый, и сверху вот чуть-чуть этого для блеска. Категория румяна. Не поверите, но я нашла самое близкое из бюджетного сегмента к знаменитым ярко-розовым румяном от Dior Backstage. Это румяна от бренда Hean, называются они Blush Baby. И почему-то, когда я пытаюсь сделать фотографии, то кажется, что они разные, но они очень похожи. Такая приятная, мягкая текстура, и кажется, что они достаточно светлые, но когда наносишь их на лицо, они как, знаете, соединяются с вашей кожей, и смотрятся чуть-чуть по-другому, такой красивый, нежный отблеск, и при этом розовый цвет, не яркий, не бледный, не меловой, они тоже заполировывают кожу и дают вот такой финиш, как Dior. Их чуть больше видно, чем Dior, то есть они как будто больше подсвечивают саму кожу, но это самое близкое из бюджетного сегмента, что похоже на Dior Backstage. Самые универсальные румяна, тоже яркие, розовые, такие счастливые, они дарят нашему лицу радость, вот так освежают, омолаживают его, это румяна Cheek Lover от бренда Catrice, запеченные, оттенок 0,10, по-моему, там были и другие, они вот такие мраморные, тоже красиво выглядят на лице, они более яркие, чем предыдущие, и наносятся или же вуально, или можно сделать поярче, оттенок очень освежающий, так как я сказала, и подойдут тем, кто любит, чтобы румяна были видны на нашем лице, конечно же, кремовые румяна, и я думаю, что я никого не удивлю, я покажу те, которые я действительно использую в повседневной жизни, и вообще вам достаточно регулярно показываю, это, конечно же, поэза, моих два любимых оттенка, ярко-розовый, на лицо, на губы, он такой тоже и освежающий, даже, можно сказать, скрывающий усталость, придающий молодость лицу оттенок номер три, несмотря на то, что он яркий, он подходит мне и тогда, когда я загорелая, и сейчас, и текстура, вот эта вот такая кремовая, гелевая, очень легкая, и это румяна, которые не впитываются под ноль, они все равно оставляют вот такой влажный финиш, даже при припудривании, например, матирующей пудрой, они все равно, знаете, дают вот такой вот глаз-эффект на нашем лице, и персиковые румяна, особенно на лето, оттенок 02, вот такое, и они не просто, вот знаете, какие-то оранжевые, это действительно супер фреш персик, и у меня также есть новинка розового цвета от бренда Catrice, это румяна, которые нужно взболтать вот так хорошо, и они барби-розовые, но на самом деле тоже это не просто тренд, это действительно работает, когда наносим на яблочко и чуть-чуть растягиваем, это и лифтинг, и за счет вот такого яркого цвета в умеренном количестве наше личико смотрится опять-таки свежее, это в основном то, что я ищу от румян, не просто цвета, а именно свежесть, и для тех, кто предпочитает просто обычный цвет румян, какой-то вот натуральный румянец, который проявляется на нашем лице, особенно когда мы выспались, когда мы отдохнули, когда мы правильно питаемся, кто сейчас так живет, красивый персиково-розовый цвет, для всех бледно-лица, для тех, кто любит натуральный оттенок, для меня это более удачный цвет, чем у Rare Beauty, это ламель кремовая румяна в оттенке 402, невероятно легко наносится, не выглядят как очередной слой макияжа, хорошо стушевываются с тоном или с нашей кожей, и вообще даже если вы любите минимальный макияж, вот чтобы ничего не было заметно, но чуть-чуть там скорректировать, подкрасить, вот это вот прям находка, хайлайтер, которым я пользуюсь чаще всего, и не то, чтобы прям ярая поклонница хайлайтеров, вы часто ругаете меня, что у меня блестит нос, но я никогда сюда не наношу ни пудру, ни хайлайтер, видимо у меня здесь слишком гладкая кожа, или камера это так показывает, но хайлайтер на нос я никогда не использую, но зато на какие-то вот участки выступающие такие, да, мне нравится добавить жидкий хайлайтер от бренда Lamelle в оттенке 402, есть еще более светлый, но этот такой золотисто-нейтральный можно сказать, написано, что это полуматовый финиш, но я не согласна, он все равно настолько хорошо отражает цвет, как будто у вас такая слегка влажная кожа, и он тоже чудесно держится, можно немножко смешать с тоном, можно под пудру поверх уже готового макияжа немножко добавить хайлайтер красивый, выглядит на лице роскошно, дорого, и у меня, ну вот, не возникает желание купить Charlotte Tilbury, разве что чисто ради интереса, но это то, что ни разу не уступает дорогущим жидким хайлайтерам, это будет выглядеть сто раз дороже на вашем лице, чем на самом деле является. Тени для век, и тут я вынуждена признаться, что где-то год тому назад я осознала, что больше всего я люблю на себе минимальный макияж глаз, чисто что-то нейтральное, где-то сияшка, где-то нежная стрелочка, но чтобы это смотрелось легко, и вот то, что у меня сегодня, это, пожалуй, мой максимум на каждый день или даже на праздник. И поэтому у меня будет три нейтральных палетки, но это такая базовая бюджетная косметичка, это те тени, при помощи которых вы накраситесь на каждый день, на праздник, и сделаете несколько разных вариантов макияжей. Первая палетка, которую я практически изнасиловала, настолько часто я ей пользовалась, уже упаковка профита пощаде, я надеюсь, что она еще переживет в какое-то время со мной, и не развалится, это тени от Maybelline, называются они But Why Not, это тени с таким легким теплым подтоном, там есть и розоватая в коллекции, и нейтральная, честно, я по одному разу попробовала, тени хороши, но вот это прям моя палитра, и здесь такие удачные цвета для затемнения века, для дневного смоки айс, для вечернего, даже есть вот такие зеленоватые тени, даже хаки можно сказать, и темными, я сто миллионов раз рисовала стрелки, они все не хотят заканчиваться, но я думаю, что вы не один раз видели, как я крашусь этой палеткой, это действительно так, она восхитительна за такую цену, хорошие матовые оттенки, красивые сатиновые, чаще всего использовала именно матовые, есть сияющий, такой золотисто-бежевый, очень хорошие, особенно учитывая цену, это бери не хочу называется, еще одна палетка, маленькая, компактная, это по-настоящему нейтральные цвета, и очень удачная формула, как матовых теней, так и самого топера, это та палетка, с которой я тоже не разучна, с того момента, как приобрела ее, она даже вытеснила Эвелэн, заставила меня оторваться от вот этой, это Ромэн Ди, переходной оттенок, светлый, для того, чтобы просто зафиксировать нашу базу, или даже прорисовать складку века, если у вас очень светлая кожа, темный цвет, для стрелочки, для более насыщенного затемнения уголка, и топер, это тени, которые без особой цветовой подложки, это чисто блесточки, которые сияют даже лучше Шарлотт Тилбери, и оттенок универсальный, подойдет как холодным подтоном, так и теплым, это действительно нейтральная, и оставлю вам номер М02, наверное, все по-корейски, заказывала ее на Джуме, и она, наверное, навсегда будет в подборке базовых теней, и, конечно, палетка от Catrice, это The Pure Nude, они тоже нейтральные, есть и холодноватые такие цвета, ну и золотишко, можно смешать, получим вообще розовое золото, эти тени более насыщенные на глазах, чем вы видите их в упаковке для осенних смоуки айс, это палетка, которой накрасится даже тот, который не особо там владеет техниками макияжа, даже пальцами, где-то что-то растянули кисточкой, растерли, уже все получится, тени очень мягкие, очень пигментированные, так, знаете, дорого смотрятся на веках, даже нанося в небольшом количестве, они сделают всю работу, а вот этими тенями, которые выглядят так немножко невзрачно, возможно, в палетке, спокойно можно рисовать стрелки, они на глазах гораздо темнее, если же у вас есть уже основа, то есть какие-то бежевые тени, коричневые в складку, коричневые темные для затемнения, и вам нужно что-то в виде сияющих теней, недорогих, вот таких современных спарклов, можно отдельно докупить себе тени из коллекции Чоко Гламур от Эвелайн, они украсят любой праздничный макияж, или возможно вы любите блистать на каждый день, очень быстро и просто наносятся, набираем, и они еще не затираются так, как например Том Форд или Шарлотт Тилбери, кремовые тени, когда-то я пользовалась белорусскими, сейчас они у нас недоступны, и у меня собственно нет ничего нового, но зато у меня есть что-то, чем я их заменила, это как матовые, так и сияющие, начнем с матовых, это конечно же польский Глэм Шоп, они у меня закончились, соленая карамель оттенок, это и база, и цветные тени, вот такие вот бежево-коричневые, очень красивые дневные смоки с ними, но у бренда Golden Rose тоже есть вот такая линейка, еле их нашла тут в своих запасах, красивый оттенок, и эти тени, когда засыхают, они чуть темнее, то есть это уже такой конкретный смоки не только на каждый день, но можно взять чуть-чуть и опять же использовать как основу для макияжа и дальше добавить что-то для затемнения или какую-то блесточку, а можно носить в качестве чего-то самостоятельного, держатся они очень хорошо, сияющие, из сияющих у меня тоже есть Golden Rose, оттенки напишу вам все внизу, хорошо, потому что иначе мы будем здесь сидеть с вами три часа, вот эти сияющие, это 08, такой тауповый, сатиновый, они такие пигментированные, они так просто наносятся, но нельзя одевать, сразу растушевываем, они у меня не скатываются и вообще это настолько хорошие кремовые тени, я не знаю, почему о них так мало говорят, тоже серо-коричневый, тауповый оттенок, он уже менее сияющий, чем предыдущий и он не такой по плотности цвета, да, это essence, по стойкости golden rose, прям вау, вот эти держатся хорошо, если у вас проблема со стойкостью, сначала наносим базу для теней и потом кремовые тени, тогда все будет держаться еще лучше, у меня такой проблемы нет, только предательски скатываются тени от Charlotte Tilbury, которыми я сегодня накрасила, если не знаю, что там происходит, это тени от essence в оттенке 03 и это такой светленький smokey eyes для скромняшек, как я, или же если вам, например, дресс-код не позволяет, вы не любите яркие макияжи, я тут купила кое-что настолько стойкое, что я как попробовала, еле поотмывала свочи, очень красивые все тени в коллекции Vamp от бренда Pupa, я покупала их с 30% скидкой в нашем Rossman, но я предполагаю, что онлайн будет гораздо выгоднее. Для осенних smokey eyes оттенок 0,10, он такой, вот знаете, роскошный, серо-коричневый, немножко затемняющий веки, но при этом не чересчур. Это вот такое smokey eyes в современном стиле, когда добавляешь карандаш или там легкую стрелочку, растушевываешь ее для того, чтобы сделать наши ресницы гуще и вот такое вуальное нанесение на веки, вроде что-то есть, вроде что-то красиво сияет, но это не перегружено, это не старомодный макияж. Пигментация у них хорошая, но сами по себе тени неравномерно набираются на вот эту кисточку, это немножко меня так смущает, но не критично, я растушевываю или пальцем, или же кисточкой, и взяла еще одни, настолько мне понравился цвет, это уже какая-то лимитка летняя, 0,15, и они кажутся очень светлыми в упаковке, но когда растушевываешь, это тоже как жидкие такие спарклы, освежающий взгляд, очень красивые, есть и золотистые, и розовое золото, в постоянной коллекции, даже с таким красноватым каким-то подтоном, присмотритесь, они очень стойко держатся, и так многогранно переливаются на глазах, ну а если вы ищете настоящие жидкие спарклы, чтобы было вот намешано прям много разных блесток, и чтобы при каждом повороте вашего лица каждый засматривался, что же за тени у нее там, чтобы не могли оторвать от вас взгляд, это конечно же спарклы от Glam Shop, вот это прям, знаете, вечеринка так, вечеринка, кстати, так и называется оттенок вечеринка, и это настоящие жидкие спарклы, они больше сияют, чем предыдущие, чем пупа, для меня это чисто нарядный или вечерний вариант, какой-то праздничный, для всех невест, для визажистов, для новогодних праздников, только посмотрите, это при одном вот легком касании кожи, еще один оттенок, он уже не такой яркий, это и фиолетовые, и бежевые блестки, даже что-то розоватое есть, они уже не такие яркие, но более, опять же, многогранные, здесь несколько цветов, по сравнению с предыдущим, и в зависимости от того, как вы их нанесете, и я все же люблю использовать вот эти жидкие спарклы поверх уже готового макияжа, когда все накрашено, только на центр века, куда-то сразу появляется такой изюм макияжа, гениальные жидкие тени, вот все, которые я вам показала, из категории сияющих, это пупа, это у нас глэмшоп, и еще один глэмшоп, чуть более приглушенный, но все равно интересный, и они есть разных цветов, с разными вкраплениями цвета, я бы хотела купить себе что-то поярче, но я просто очень редко этим пользуюсь, ну и конечно средства для губ, карандаши, один из самых часто используемых мною, под разнообразные помады, у меня их наверное штук 5, это гелевые карандаши от бренда Эвелайн в третьем оттенке, хотя они у меня есть в разных, еще хорош в первом, он такой нюдовый, коричневый, причем он и не холодный, и не теплый, скорее нейтральный, а вот этот мой любимый, он знаете, как вот такая сухая роза, как чайная роза может быть, то есть и лиловое что-то в нем присутствует, и все-таки он не слишком яркий, он вот такой универсальный под помады типа как сейчас на мне, и всякие там масла для губ, и блески, и матовые помады, в общем, карандаш, который я покупаю наверное чаще всего, более нейтральный, это 132, тоже такой темный нюд, но скорее ближе к холодному, это арт деко, он мягкий, он стойкий, и можно заштриховать все губы, или же только контур, также очень редко говорят об этих карандашах, это карандаши для губ от бренда катрис, один из них приобрела чуть позже, это 040, и это нюд, тоже от которого невозможно оторваться, он такой красивый, он выразительный, стойкий карандаш, он выкручивается, закручивается, между прочим, мятный, я сначала не могла понять, откуда этот мятный такой, какой-то запах, это пахнет так, карандаш, а вот этот покупала чуть раньше, Plumping Lip Liner, линейка, и этот тоже пахнет мятой, второй оттенок 060, супер стильный, холодный, вот такая вот пыльная роза, он уже более яркий, в нем больше розового, нюдовый или розовый, а вообще советую взять сразу два, и конечно же стойкие гелевые карандаши от Poezo, это их относительная новинка, где-то с весны они, мой самый ходовой это 0,1 и 0,2 0,1 нюдовый и второй коралловый, коралловый я использую тоже или с маслами, или с блесками, или с помадой из этой же коллекции The Kiss Lips, ну, для меня это помада и карандаш, дуэт, который делает мой макияж, мой праздничный повседневный образ, настолько комфортная, настолько, вот знаете, такая помада и такой карандаш, который я могу вообще не подправлять в течение дня, ничего не докрашивает, даже если я что-то съем, они делают мой образ более ярким, красивым, таким стильным и при этом персик, он вот такой, вот знаете, иногда может подчеркивать желтизну зубов или не под каждый там образ, а вот это подо все на каждый случай жизни, в общем, вот это тоже настоятельно вам советую, и там есть и красный, и всякие разные, розовый, нюдовый, ну, как-то вот номер два, это мой хит вообще всего этого весенне-летнего сезона, карандаш с жидкой матовой помадой, еще два открытия этого лета, тинтующие масла для губ от Catrice, вот этот, я ли откопала в своей сумочке, он мигрирует от одной к другой, он постоянно со мной, оттенок 0,10, и он вот такой вот слегка розовый, на самом деле, когда его наносишь на губы, он как будто, знаете, полупрозрачный, просто дает красивое, такое влажное сияние губам, а потом придает им легкий розовый оттенок, а что касается вот этого, это вам не кухры-мухры 0,20 драма-мама, наносишь его, лучше сразу выбрать какой-то карандаш потемнее, он тинтует губы в такой слегка вишневый цвет, это выглядит так сочно, так красиво, тоже так стильно, можно просто реснички накрасить или даже уложить брови, вот этот блеск для губ, точнее масло тинтующее, и ваш образ будет готов, не ожидала, мне очень понравилось, и можно добавлять в течение всего дня, особенно вот этот такой нейтральный, знаете, пахнет просто чем-то таким сладеньким, есть еще оранжевый, я не знаю, в какой цвет тинтует он, но вот эти вот два тоже мои хиты, помада бальзам нюдового цвета, заказала еще в одном, это Roman D, у меня есть Hourglass, но вот это мне понравилось даже больше, потому что она обволакивает губы, она придает им легкий нюдовый оттенок, универсальный, подходящий тоже к каждому образу, и она настолько смягчает губы, и она еще и долго держится, если у вас ветреные губы, и вы там переживаете, как нанесется какая-то нюдовая помада, она их залечит, она их закрасит, она их успокоит, она выберет шелушинки, и еще и будет хорошо держаться, обожаю вот эту помаду, да, конечно, не супер дешево, но оно того стоит, как говорится, совершенно случайно купила очень близкую замену к моей любимой помаде от Armani в номере 500, она все-таки такая персиково-розовая, катрис чуть более холодная, и это не матовая помада, это лак для губ, то есть это глянцевая помада, это очень пигментированная, и оттенок освежающий, в нем есть что-то коралловое, то есть это не пыльная роза, комфортно ощущается на губах, закрашивает все губы, неплохо держится, и не растекается по губам, самые стойкие, глянцевые помады, это, конечно же, Maybelline, вот эти виниловые помады, я научилась ими пользоваться, нужно дать им время, не закрывать рот, пока они подсыхают, ну там буквально 20-30 секунд, и у меня есть как более персиковый оттенок, так и холодная роза, 15 и 35, 15 это такой персиково-нюдовый, потемнее, да, это не светлая помада, и вторая пыльная, холодная роза, если вы любите такие цвета, это чисто для меня, знаете, такая осень, осень томная, уютная, такая какая-то прохладная, и эти помады нужно обязательно хорошо встряхнуть перед нанесением, они держатся классно, они не стираются в течение дня, можно нанести, и это уже не те старомодные матовые помады, которые стягивают наши губы, и ты потом не знаешь куда деваться, это современная формула, и она работает, не смогла я пройти мимо нашумевших новинок Dark Plump от NYX, это супер пигментированные лаковые помады, действительно здесь столько пигмента, что я даже не знаю, с чем это сравнить, красивые цвета, мне еще нравился, не настолько холодный, но взяла сначала 0,9, Strike Rose, пыльная роза, ой, с этим средством для губ, очень такие сочные губы, как будто покрыто, вы знаете, каким-то лаком настоящим, и долго держится, не стягивает губы, действительно, они хороши, куплю себе еще один цвет, из нюдовых и недорогих блесков, мне нравится вот этот, от Clarese, в 10 оттенке, холодный, нюдовый, цвет, с небольшим шиммером, что делает губы еще более объемными, такими сочными, с каким-то нейтральным карандашом, это все хорошо и держится, и красиво выглядит, особенно, когда у тебя какой-то легкий smokey eyes, получается такой стильный макияж, и тоже неплохо носится в течение дня, но это именно блеск, который нужно добавлять, и он еще увлажняет губы, два бонусных средства, необязательные для приобретения, но если вам такое надо, то из бюджетных вариантов у меня тоже есть спрей фиксирующий для макияжа, и вот знаете, по сравнению с мак, мак он более влажный, а вот этот действительно проливает стойкость макияжа, я в шоке, что я это говорю, это Catrice, и он тоже женит все слои макияжа, это тон, это пудра, все вот эти вот дела, они выглядят вот таким мокрым на лице, у меня уже заканчивается, и я это заметила в супер жаркую погоду, когда я его нанесла, и заметила, что действительно мой макияж как будто бы лучше держался, возможно, это сила самовнушения, но в любом случае это тот макияж, который хорошо соединяет все слои, так как я сказала, и макияж смотрится, ощущается легче, и второе средство, это что-то, что я люблю наносить, опять же, на декольте, когда она у меня открыта, или даже на ноги, иногда добавляю это в тональный крем, иногда в крем для тела, это вот такая вещь, сиятор от L'Oreal, у меня в оттенке 309, и он достаточно темный, он как бронзирующий, и там есть более светлые, их можно использовать в качестве жидкого бронзера, но он прям, знаете, такой не пигментированный, я бы сказала, что это легкий флюид, пока что я не пробовала наносить его на лицо, я не знаю, что меня останавливает, если вы светленькая, то рекомендую взять оттенок посветлее, он впитывается в кожу, и оставляет такой красивый лоск, но без блесточек, то есть это не хайлайтер, и не совсем бронзер, это что-то вот такое увлажняющее, слушайте, завтра намажу его на лицо, посмотрим, что из этого получится, так как сейчас я, наверное, максимально загорелая, я надеюсь, вам сегодня не просто было интересно со мной, но также полезно, не забывайте поставить пальчик вверх, заглядывайте в описании, там я укажу все полные названия, оттенки, и, конечно же, дам ссылки на все, что я сегодня вам здесь показывала, а на этом пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро, пока.